Приветствую всех любителей американской системы R15. Сегодня я хочу показать небольшую модификацию, которую я сделал на своем карабине DB15 от фирмы Diamondback. И, собственно, модификация эта проистекает из так называемого MenSpec стандарта. Как известно, в MenSpec стандарта есть некоторые допуски, которые позволяют присутствие люфта между ловером и апером у карабинов на базе этой системы, собственно. Но не все владельцы этой системы это любят. И есть кастомные, не только мастерские, а фирмы, которые выпускают под своими брендами эту систему. И фактически вот этот самый люфт, отсутствие от многих, как класс. Ну, если далеко не ходить, вот возьмем даже нашего украинского производителя, Сброяр. Собственно, первые выпуски там очень сильно люфтил аппер и ловер. Там просто ужасные были люфты. Но, собственно, в последнее время, когда, ну, потому что там раньше закупались и ловеры, и апперы за границей и доводились уже здесь, но они были вот в таком состоянии. Вот сейчас полностью цикл производства, ну, кроме ствола. Сброяр производит сам. У них очень тонкая подгонка апера ловера, то есть там люфта нету от слова совсем. Вот. Собственно, я еще не показывал, что люфт есть. Вот, если помните, кто смотрит мой канал, мои видео, то в магазине мы показывали одну DB15. Там люфт был не очень большой. Вот на моей DB-шке люфт побольше. Опять же, многие, как бы, владельцы, говорят, ну, у которых люфт был небольшой, они там с каким-то настрелом, там, после 200-300 выстрелов люфты становятся еще больше, и постепенно они, как бы, растут. Вот. Собственно, меня это нифига не устраивает, положение дел. Я такое не люблю. Я люблю, чтобы было на все цельно, монолитно. Вот. Ничего нигде не гремело, не тарахтило. Вот. И вот с этим будем еще что-то делать. Ладно. Это небольшое лирическое отступление. Собственно, я начинаю это видео не так, как раньше я делал. То есть, показывал, что я делаю, и в конце потом был результат. А, по сути дела, я начну сразу с результата. Вот. Смотрим. Я беру за цевьё. То есть, это оно монолитно с верхним аппером. И, собственно, за рукоятку нижней ловерна. И пробую сделать что-то имитирующее люфт. Вот. Я скручиваю её, собственно. Пытаюсь скрутить. Вот так вот. И мы видим, что никаких... Вот я пытаюсь щель показать между аппером ловером, что никакого люфта ни здесь, ни здесь нет. Собственно, в пинах. Ну, наверное, в глазастой сразу заметили, что здесь не совсем обычный пин. Стандартный, да? Вот такой. А пин, в котором есть ответная часть под шестигранник. Я прошу прощения. Я немножко простыл. Поэтому сопливлю. Задний пин обычный, стандартный. Но здесь тоже кое-что стоит. И, собственно, сейчас я это покажу. Идти буду в обратном порядке. То есть вы увидели, что люфта нет в моей арке совсем на данный момент. И поэтому я буду идти обратно. Эти пины я сниму. Вернее, сниму то, что я поставил. Здесь и передний, и задний пин уже как бы модифицированы. Собственно, поставлю стандартный пин. И в конце мы посмотрим, какой же всё-таки люфт на стандартных пинах. Начну, пожалуй, с заднего. С заднего пина. Так, сейчас я, наверное, сниму оптику. Чтобы она не мешала немножко. Может, я не сниму. Ладно, она там пережата, наверное. Сразу, походу, небольшие минусы буду рассказывать. Минус в чём? Что использование таких систем, которые убирают люфты, они делают не совсем простым разборку быструю винтовки. То есть, теперь, чтобы вытащить пин, придётся нормально так поработать с ним. Секунду. Так, вот я попробую его выбить. Идёт очень туго. Идёт очень туго пин. И рукой очень тяжело его доставать. Ну, собственно, открываю. Так, надеюсь, меня YouTube не забанит. И второй минус. Сразу вот видно, видите. Винтовка открывается. То есть, Аперловер открывается не полностью. Дальше просто не даёт. Об этом я остановлюсь чуть позже. Сейчас мы смотрим вот сюда. Собственно, мы видим здесь внутри вот такую штучку. Такая резиночка. Которая, собственно, призвана убирать люфт таким вот образом. То есть, она вот здесь стоит в ловре. Упирается в нижнюю часть Апера вот таким вот образом. И, соответственно, немножко пружинит здесь. Я бы не сказал, что это особо как буфер. Работает, когда идёт какая-то отдача движения Апера-ловера. Кстати, в Апере видно здесь, что отверстие под пин здесь круглое. А здесь немного такое на вал идёт. Вот здесь. В переднем, в верхнем, по-моему, тоже немножко на вал. То есть, получается, Апер по отношению к ловеру немного даже двигается во время стрельбы. Там ещё что-то. И это постепенно тоже может разболтаться всё. Вот. Собственно, вот такая деталюшка. Давайте я без неё сейчас соберу. И мы посмотрим, остаётся ли у нас люфт. Вот здесь маленький люфт остался. Еле... Ну, оно не будет видно на видео. Я просто чувствую рукой. Я просто чувствую рукой, что немножко... Ну, там доля миллиметра какая-то. То есть, её на ощупь я просто слышу, ну, чувствую рукой тактильно, что немножко как бы пощёлкивает где-то. Ну, и, собственно, теперь перейдём к переднему пину. Как видим, он здесь под шестигранник и имеет своеобразную форму. Выкручиваем немного шестигранник. Отпускаем, вернее. И мы можем уже открывать спокойно винтовку, то есть, не вытягивая его. Вот таким вот образом. То есть, полностью можем открывать сколько нам надо. Вот у нас появился люфт небольшой и так далее. Но люфт, кстати, ещё идёт за то, что внешний диаметр вот этого пина, он меньше, чем пин оригинальный, который стоял. Я это сейчас покажу. Я его вытащил. И мы посмотрим. Собственно, наверное, я буду его вытаскивать, чтобы время вдруг не терять. И мы посмотрим, что это такое. Сбоку положу, чтобы было видно всё. Вот. По поводу вот этих штучек, кстати. Видите, я взял их наборчик. Об этом я скажу в конце ещё. Собственно, вот такой пин у нас есть. Как видите, он довольно интересной формы. Даже не знаю, как назвать его. Оно на клин спилен. И сделана деталь таким образом, что, когда вкручивается винт, вот эти две основные части, ну, это здесь имеет больший диаметр внутри, здесь, соответственно, ответная резьба. Вот в этой части внутренний диаметр больше для того, чтобы она могла уходить в сторону. И когда идёт вот эта деталь вот таким образом сюда, видите, вот эта часть уходит вверх. И, соответственно, она расклинивается внутри вот этой детали. И вот в этих ушах ловера, соответственно, расклинивается. Вот если его поставить таким образом, мы посмотрим, как он там внутри стоит. Вот таким вот образом. То есть, вот эти части действуют на уши ловера. А средняя часть, она находится внутри уха апера. Вот таким образом примерно. Так. Есть, кстати, это не всё. Есть вот такой пин ещё, просто из двух половинок состоит. Его тоже можно поставить. Собственно, но мне вот это нравится больше. То есть, не будет. Вот на этом есть вероятность, что будет перекос. То есть, мы пережимаем с одной стороны апер, а с этой стороны ловер. И апер может немножко просто... Ну, там доли миллиметра, но всё равно за счёт вот этого перекоса, видите, как он становится. Он просто может уйти немного в сторону. Вот этот же, за счёт того, что здесь опорные части на наружное опираются, от центральное на центральное, собственно, мы получаем такую монолитную конструкцию. Минус этого всё-таки, что, как я вам показывал, в полевых условиях нельзя быстро открыть, например, апер. Если что-то случилось, нужно с собой носить ключик. Ну, если сильно не зажимать, то, в принципе, он открывается. Для того, чтобы достать запор вот этого расстояния, которое я показывал, вполне достаточно. Даже чистить можно в этом плане. Есть ещё так называемый поперечный люфт. То есть вот это вот расстояние внутреннее, оно чуть шире, чем ширина вот этого уха на опере. И, соответственно, многие просто под стандартный пин берут сюда, подкладывают так называемый шим, то есть специальные прокладочки, очень тонкие шайбочки. Вот они прокладываются, и чтобы не было вот такого поперечного люфта. Это я покажу сейчас, когда соберу. Мы посмотрим, что люфт такой здесь тоже присутствует, к сожалению. Но мне это не нравится с шайбочками, потому что, не дай бог, вам надо полностью снять где-то в полевых условиях аппер, и эти шайбочки просто все улетят у вас, и, как говорится, всё на смарку. Здесь главное вот этот пин не потерять. Но для этого можно иметь ключик просто, и носить его, например, вот внутри где-то примотать с чем-то. Вот он может внутри рукоятки просто носиться у вас. Для чего контейнерные рукоятки, там от того же МакПула и много других производителей сейчас делают, где вот это всё красиво можно носить, здесь напихать вообще несколько разных ключиков, и всё будет вполне прикольно. Так, идём дальше. Ну, я буду собирать, собственно, как видите, пин, когда у меня стоит, здесь нету пружинки и ретейнера, то есть, как он называется, гнеток, если брать наставление по стрелковому делу Советского Союза, то есть гнеток, который упирается в прорезь на пине переднем. Так, где они у меня здесь, эти пружинки? Собственно, сейчас я её поставлю обратно. Вот они у меня здесь пружинка и гнеток этот. И попробую всё собрать назад. Мы посмотрим, как она работает в итоге. Так, ну и так всё просто будет, скорее всего. Я надеюсь, вам будет видно, чтобы не закрывать. А я поставлю вот таким вот образом. Нет, тут нет, надо будет взять какой-то пинцетик, наверное. Я надеюсь, руками сильно не закрою, я просто направлю вот эту штучку, потому что пальцами неудобно держать. Вот так. А спереди подожму его сразу пином и буду вставлять в пин в своё отверстие. Вот и всё. Так, собственно, один гнеток уже пролюбил, поэтому сделал вот из гвоздя. В принципе, не мне нафиг не надо, если я планирую использовать вот такие пины. Ну вот. Сейчас просто попробую опять поставить. Да, кстати, чтобы ничего этого не улетало, вот здесь, где у вас в какую сторону направлены вот такие деталюшки и пружинки, лучше ставить какую-то коробку там с мягким поролончиком, а в идеале вообще закрытый бокс какой-то маленький такой, чтобы если где-то что-то отлетит, то чтобы не потерялось. Так, пробую ставить опять. Лучше стороной потученной, чтобы он нормально стоял. Можно, конечно, через вот это отверстие пружинку немножко подтянуть каким-то острым предметом типа шива, иголкой большой. И тогда будет пружина не так сжата, и можно будет лучше сжать. Лучше сжать этот гнеток. А так его нужно чем-то закомять, и это не совсем удобно, если честно. КОНЕЦ Защелкнулся. Собственно, все нормально работает, закрывается, не выпадает, подпружиненный, все нормально. Так, теперь заглушка батарейного отсека вышла погулять. Так, теперь я поставлю аппер, мы посмотрим, какой там люфт у нас присутствует. Так, здесь я пока не закрываю, я попытаюсь показать, попытаюсь показать люфт вот здесь. То есть, вот видите, есть поперечный, из стороны в сторону он движется. И есть продольный, то есть по оси ствола, хоть и ниже. Так, сейчас я закрываю этот пин и давайте смотреть, какой люфт будет по сравнению с теми пинами, что я вам уже показывал. Вот я за рукоятку и за цевьё опять берусь. Видите, примерно по рычагам видно, как все движется. Вот щель смотрим между аппером и ловером. Ну, я думаю, тут наглядно видно, какие щели все-таки есть. Какой есть люфт. И вот поперечь. Вот такая вот штука. Пока, пока как вариант, можно попробовать только вот это поставить. То есть, у кого нет вот этого специального magic pin, он так и называется magic pin, я сейчас о нём в конце расскажу, где купить или нигде не купить, а где я взял. А вот эти я расскажу, где купить. Итак, собственно, на задний пин ставим вот эту вот штучечку, прокладку, то есть вот сюда прокладку, вставочку. Пусть баффер будет, буфер такой резиновый, резиновая проставка. Вот таким вот образом ставим. При этом закрываю аппер. Но, как видите, вот оно очень сильно не опускает. То есть, надо большое усилие, чтобы закрыть его. Вот он закрылся и смотрим теперь с задним этим упором. Ну, всё равно, как бы люфт остаётся. Сзади не такой сильный, но передний, понятное дело, что никуда не уйдёт, он останется. Собственно, ребята, вот такая штука. Значит, ситуация в следующем. Вот эти вот вещи можно купить на Алиэкспрессе. Ссылочку под видео я дам, естественно. Вот эти вот пины, вы будете смеяться, но это делалось для страйкбула, то есть, аирсофта. Вот они стальные, всё нормально. Я видел, когда-то выпускали у нас, кто-то наладил небольшое производство таких вещей. То есть, можно сделать, если вы видели сразу, вот здесь слишком много выбрано и он не вот так прямо стоит, а немножко, как бы, прокрутился у меня. То есть, выборка здесь сильнее. Надо вот примерно, как здесь, чуть меньше делать. Тогда будет нормально. Он будет ровно стоять. Но, тем не менее, он держит всё нормально. То есть, они хоть и страйкбольные, но назывались мэджик пины. Это такая фирма Ротек была для газовых винтовок. Делает, наверное, до сих пор тюнинг. Вот. И, собственно, такие пины, возможно, у них в продаже даже есть. Он что-то стоит в районе 20-25 долларов, по-моему. Ну, плюс доставка, естественно, там может быть. Хотя, не знаю, они сейчас уже выпускаются или нет. Если честно, перед видео даже и не посмотрел. Это я нашёл всегда в старых запасах. Вот пару штучек. У меня ещё есть, конечно, вот такие вот из двух половинок. Но, тем не менее. Вот на этом всё. Такая небольшая модификация с помощью мэджик пина. То есть, можно полностью убрать люфт опера ловера. Я с этим пином попробую пострелять. Посмотрю, как себя ведёт. Может, карабин. Может, его вообще сразу там скрошит, как-то сломает. Всё, что угодно может быть. И посмотрим по эксплуатации, как будет себя вести карабин вот с такими улучшениями. Но скажу своё личное мнение. Мне очень нравится, когда ничего не тарахтит. Вот сейчас вот. Ну, это приклад сейчас что-то тарахтит. А так вообще немножко вот. Ну, сейчас резинка стоит. А сразу карабин сам по себе тарахтил. Я жаль, я не показал сразу с этим пином. Довольно прикольно. Вот так её трясёшь. Вообще, единственного там звука нет. Вот звук только то, что как бы воздух рассекается и дышишь. Ну, то есть, никаких шумов, ничего не трясётся, не болтается, когда вот этот пин стоит. Вот с этим немножко стандартным есть. В общем, ссылочки будут под видео. Кому понравилось, ставьте пальцы. Кто хочет следить за дальнейшим развитием брейда моей арки, подписывайтесь на канал, делитесь видео. Всем удачи. Пока. Счастливо. До новых встреч. Кстати, вот такая интересная вещь, ребята. Смотрите. Газовый привод обычный. Стоят стандартные пины. Вот этот Аперловер я купил по дешёвке на распродаже. Там какие-то сущие копейки. Я просто жалею, что я не купил их пять штук себе. Он стоит довольно дорого. Там в районе 300 с чем-то долларов. Или 500 стоил долларов. Вот этот Аперловер, там комплект был специальный. Вот. А сейчас кованые Аперловеры стоят вообще дурных денег. Ну и собственно, что я вам хотел показать. Смотрите по качеству подгонки деталей к Аперловер и попробую показать вам люфт. Его здесь тупо нет. Нету люфта. Подгоночка люфтов на стандартных. Просто нет. Оно здесь впритык всё становится. Поэтому вот такая вот штука. Кстати, через какое-то время я хочу попробовать некоторые вот эти вещи поставить сюда. Ну, Аперловер поменять местами. Так что подписываемся и ждём. Пока!